Всем доброй ночи. Итак, дорогие друзья, то, что я хочу вам подарить, относится к серии уникальных ритуалов. Вообще, по большому счёту, ради справедливости нужно сказать, что все мои ритуалы, они уникальны. Уникальны, во-первых, тем, что они неповторимы, во-вторых, тем, что их невозможно нигде больше найти. Поскольку они авторские. Уникальны тем, что они созданы согласно разным направлениям магии, на разных языках, на основе разных этнических поверьей и традиций. И даже невзирая на то, что многие мои лекции пытаются пересказать и нагло вороть, ставят у себя мои ритуалы. Но я говорила этим людям, и повторяюсь, не будет у них успеха, и успеха нет. Вот. Года два стоят мои ритуалы, которые в нагло просто люди ставят у себя, якобы это их работа, и успеха нет. Я уж не знаю, как их слепые глаза открыть, чтобы им показать, что как только они трогают мои работы, то есть не имея на то право нагло, беспардонно и непорядочно, у них жизни и так, скажем, в их не самой веселой жизни наступает полнейшее просто болото. Никогда не спрашивали себя, почему, когда я ставлю работу, у меня в день просмотров по 10-15 тысяч. Когда крадут мои идеи, ставят где-то или даже мои ритуалы, то просмотров нет. Дорогие друзья, мне это дают силы. Силы контролируют и следят за этим всем. Это их детище. Они никогда не дадут никому подняться на том, что те своровали. Никогда этого не будет. Это доверено мне, через меня люди должны узнать и взять, но не через них, понимаете. Поэтому через воровок ни одна моя работа, ни один мой ритуал не удостоился внимания. Если только зашли, написали, что это работа Инги Хосроевой, и всё. Просто знайте, кому дано, тот и должен отдать миру. Вам это не дано. И можете вырвать себя на части, но это не ваше. Так вот, чем мои работы уникальны? Тем, что они разновидные, тем, что они с очень глубокими, скажем так, знаниями, древними знаниями. Тем, что они сильные, тем, что они рабочие, и тем, что в них есть ключи. То есть то, что, собственно говоря, помогает сработать любому ритуалу. Когда человеку дана личная сила, он может на личной силе просто своими словами сказать свою просьбу, оно сработает. А когда у человека нет личной силы, то как этому человеку, скажем так, добиться помощи сил? Только через сильный ритуал, там, где есть ключи. То есть оно уже сильное стоит произнести, и уже получается. Не обязательно для этого быть ведьмой. Подвенечное платье. Дорогие женщины, не спешите продавать свои подвенечные платья. Во-первых, потому что многие, кто покупает чужое подвенечное платье, не всегда берут для своей дочери, точнее, для живой дочери. Много было таких случаев, когда люди в одном городе продавали подвенечные платья, а потом, случайно, проходя мимо похоронной процессии, видели, что в гробу лежит девушка в их платье. Это был для них шок, ужас, они потом, через некоторое время, разводились и так далее. Подвенечное платье продавать нельзя. Нехорошо. Она сразу приносит разрушение. Если вы берете на прокат, это другой вопрос, вы сдаете обратно. Хотя, желательно подвенечное платье купить. Не обязательно самые шикарные, но все же пускай оно будет ваше. Подвенечное платье нельзя носить девочкам незамужним. Они замуж не выйдут всю жизнь. Вот их нужно будет потом заговаривать, это все убирать. Все, кто в детстве любил мерить подвенечное платье своих теток, мамы, соседей и так далее, остались одни. Далее. Нельзя одной сестре носить подвенечное платье другой сестры. Понимаете, это судьбоносное платье. Это не просто платье, это символ. Это некий ритуал вхождения в замужнюю жизнь. Многие говорят, вот живем, живем, как бы не расписываемся. Вы знаете, дорогие друзья, дело в том, что обряд вообще бракосочетаний, это не просто формальность, которая позволит тебе, скажем, в каких-то случаях, да, называться женой, иметь законные права. Это обряд, это некий обряд соединения. И пока этого соединения нету, чего-то в семье не хватает. Вы либо должны разойтись, либо узаконите отношения, если вы уже поняли, что вы друг с другом не можете, и жить вместе. Венчание, венец. Венец и венчание были не только в христианстве. Венец и венчание были издревле, потому что на голову женщине ложили, клали. Правильно будет, хотя в народе это слово «ложили» очень уже модно. Клали определенный венок, надевали. И венок этот венчальный был заговорённый. Чаще всего, например, в Древнем Риме и в Греции лавровым венком венчали. Лавровым венком венчали и победители. И считалось, что лавровый венок – это носитель побед, носитель денег, имущества и счастья. Где-то венки были из цветов. Ну, разные традиции. А потом уже традиция пошла, естественно, золото, бриллианты. Или уже сейчас уже бижутерия, скажем, у кого какой достаток. Так что венец – это понятие не только христианское. Изначально платье у многих народов, у большинства народов, платье было красного цвета. То есть подвенечное платье у множества, особенно у восточных народов, было красного цвета. И сейчас даже есть некоторые народы, сохранили эту традицию. Первая нарушила эту традицию королева Виктория, которая вышла замуж в белом платье. И после этого вот в моду, в мировую, вошли белые платья подвенечные. Белые, как цвет невинности и прочее. Но как бы там ни было, ритуалы, связанные с подвенечным платьем, очень тяжело найти и навряд ли кто-нибудь найдет. Поэтому я решила все же воссоздать эти традиции на основе этих, скажем, старинных знаний по вере создала серию работ на подвенечном платье. На самом деле, естественно, работали с подвенечным платьем ведьмы. Но эти знания, знаете, так косвенно известны мне лично. Напрямую мало кто оставил сведения. Но даже косвенные сведения достаточно для того, чтобы создавать эту серию ритуалов. И тем людям, которым я эти ритуалы как бы рекомендовала, отдавала, они весьма довольны. Сразу хочу вам сказать, что можно использовать в этих ритуалах, вовлечь в эти ритуалы только подвенечные платья, свои личные, если вы не в разводе. Если вы развелись с этим человеком, то подвенечное платье уже вам не может принести вот этого желаемого результата. Вы должны быть в браке. Разведенные пары уже это платье использовать в ритуалах не смогут. Только в одном случае в лечении ребенка есть один заговор, ритуал такой маленький. Вот тогда да. В остальных случаях для улучшения своей жизни уже не смогут. То есть, если вы в браке, то подвенечное платье вполне может вам помочь в некоторых вопросах. Вот эта серия уникальных работ я продолжу и с подвенечными платьями в том числе продолжу. А пока вам подарю то, что сегодня я успею вам подарить. Итак, если вы чувствуете, что в вашей жизни начинается не очень хорошая полоса, чтобы резко выйти из этого состояния, значит, берете, кладете на колени платье, подвенечное платье, не фату. На стол положите 13 монет, зажигайте 13 свечей и 13 раз читайте этот заговор. После платья обратно положите на свое место, подождите, пока эти свечи догорят и с 13 монетами отнесите на перекресток. Свечи положите, вот огарки свечей положите на перекресток, повернитесь левой рукой, киньте 13 монет, скажите, откупаюсь и уходите. Перекресток может быть и лесопарковый, и просто лесной, и тропинка, и так далее. Но перекресток. О Матери Вселенной, Богини Вселенские, Покровительницы, Семьи и брака, И вечной любви. Своим подвенечным платьем заговариваю я себя от 13 несчастья. Пока платье подвенечное будет в доме моем, отведут меня матери богини и сохранят, и сберегут от воды, от огня, от петли, от суда, от ножа, от вора, от бедности, от наговора, от ранней смерти, от душевных мук, от разорения, от разлук, от бед в доме и вне дома. Это платье меня венчало, это платье меня защитит. Заклинаю. Следующее. Если у ребенка непонятное состояние, вот постоянно температура, плохо себя чувствует, ребенок имеется в виду, пока ему нет 18 лет, это ребенок. Посадите своего ребенка на свое подвенечное платье и шесть раз читайте. В конце вытирайте лицо подолом платья. Ну, не прям так сильно, ну, так слегка протрите поверхностно. говорить нужно шесть раз. Значит, лажите голову, ой, руку ему на голову, левую руку, шесть раз читайте, протрите лицо, сделайте это шесть вечеров к ряду, когда солнце уже садится, то есть уже сумерки. Ему полегчает. Не спит он хорошо, у него какие-то страхи, какие-то паники, вот он попадает в какие-то непонятные ситуации или истерит, если это маленький ребенок, в любом случае закатывается. Читать. Я его родила, я его и отходила. Через наряд венчальный снимаю с дитя всякую фарабу. Да будет так и так будет. Шесть вечеров к ряду по шесть раз посадить ребенка на подвенечное платье. Очень может быть, что облегчение наступит прямо в первый день. Дальше. Если у вас уходит жизненная энергия, жизненная сила и вы не понимаете, кто это или наводит, или начитывает, или может быть вас проклинают за глаза, или может быть сглаз какой-то. В общем, непонятное состояние. Берете свое подвенечное платье, ложитесь на это подвенечное платье, на стол поставьте вино, красное вино, полусладкое желательно, свечу и 13 монет. зажигайте свечу, ложитесь на свое платье, ну, положите там на диван, на кровать, как вам удобно. 13 раз прочитайте, будут судороги, будет такое состояние немножко такое измененного сознания, ничего страшного, перетерпите. Встаньте, когда горит свеча, берете эту свечу, это вино, в бокале, можете перелить какой-нибудь емкость, чтобы удобно было, выносите на улицу и под дерево, значит, выливаете вино, кидаете вот этот агарок свечи и 13 монет, и говорите, откупаюсь, и уходите. Если облегчение не сразу наступит, повторите несколько дней к ряду, ну, например, три или шесть дней. Но обычно это очень сильная работа, обычно сразу наступает. Вселенная ведает и знает на поле каждый колос. Боги считают на наших головах каждый волос. Они ведают и знают, кто мне вредит, кто силы мои отнимает. Комушница беда? Пусть от меня сбегает. На воронье гнездо уходит, там свой покой находит. В яйце вороньем селится, яйцо ветер снесет, собьет, разобьет, от камушницы беды меня избавит и спасет, черноту врагу обратно вернет, а мне светлое оставит, как мое венчальное платье. Истинно заклято. Комушница — это бедствие, запутанность, спутанность сознания, усталость, скажем, бессилие, наведенное какое-то состояние и так далее. То есть бедствие, не очень хорошее состояние у человека — это старинное слово, оно уже не употребляется. Но оно имеет определенную силу. Я продолжу эту серию ритуалов. Пока что дарю вам это. Пока возьмите и, скажем так, используйте во благо. Пользуйтесь. Всем удачи!